Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с новостями Армении и Азербайджана. Так, начнем, что пишет издание Вестник Кавказа. Армения устроила невоенную провокацию Лачинского коридора. Так, сейчас на карте покажу. Здесь вот собрались армяне, которые с флагами, с плакатами пошли сюда, в район Лачина и Карабахские армяне. В общем, они выступают против, что Азербайджан установил контрольно-пропустой пункт. И теперь вот, что здесь пишут. Тысячи человек из Армении устремили в сторону Лачинской дороги, которую якобы заблокировала азербайджанская сторона. Навстречу толпе двинулись армяне из Ханкинди. У армяно-азербайджанской границы тысячи армян устроили провокационную акцию. Колонна протестующих выступала против блокировки Лачинской дороги, которую якобы организовал Азербайджан. Участники данной акции с плакатами, флагами Армении прошли несколько километров, с различными лозунгами. Отмечается, что в сторону провокаторов уже устремились армяне, находящиеся в азербайджанском городе Ханкинди. Так, стоит добавить, что во время провокации была замечена машина Международного комитета Красного Креста, которые без проблем заехали в территорию Азербайджана. Ну вот сейчас подробнее я вам покажу фотографии, как это все происходило. Вот армяне с флагами, с плакатами стоят, требуют, чтобы Азербайджан убрал этот контрольно-пропустой пункт, и они организовали так называемую акцию протеста. Она проходит возле села Карнедзор в Сюнике. Сейчас я покажу на карте, где это. Это Зангезур. Вот Карнедзор здесь есть. Вот здесь рядом лачин. Вот они здесь подошли и устроили акцию протеста. Так, акция протеста проходит близ села Карнедзор в Зангезуре, на трассе, соединяющей Армении с Карабахом, где азербайджанцы уставили КПП. К митингу присоединили жители Карабаха, отправившись маршем из Ханкинди в район под названием Заринбах, на дороге, соединяющей Карабах с Арменией. Нет незаконному КПП. Вот что кричали армяне. Ну и там, в общем, с одной стороны было гретыща, и с другой стороны они там протестуют. Нет незаконному КПП, нет этническим чисткам. Да здравствует республика Карабах. Да здравствует Сюник. Такие лозунги прозвучали на акции протеста. Требования акции этой армян прекращения незаконной блокады Карабаха со стороны Азербайджана. И вот здесь еще немножко продолжение, сейчас ознакомлю. В общем, вот они все считают, что они карабахцы армяне, карабахские армяне, и что у приграничного села Карнедзор прошел митинг в поддержку так называемого Арцаха или Карабаха. Вот у них лидер есть такой, по фамилии Овечек Чалобян. Вот он текст такой зачитал. Ознакомлю, что он вообще. Какие претензии он предъявляет вообще Армении, Пашиняну и Азербайджану. Любые действия власти Армении, которые поставят под сомнение результаты проведенных в Карабахе референдумов, конституции, декларации независимости, Армении изначально не имеют силы. Об этом говорится в заявлении, которое было зачитано по итогам митинга, который прошел 20 мая в Савакаредзор в Зангезуре. Акция была инициирована общественной организацией «Добровольческое движение» и прошла у моста Хакари на въезде Лачинский коридор, соединяющий Армению и Карабах. Участники митинга до его начала провели шествие от Корнедзора, границы между Арменией и Карабахом. Вот что здесь заявило их не самый там главный, как сказать, который организовывал все эти митинги, протесты, Аветик Чалобян. Он заявил, что это первый шаг, чтобы показать, что мы рядом с Карабахом, и наши ряды укрепляются, и мы будем становиться все многочисленными с каждым днем. Заявил он, наступая на митинги. Он отметил, что противник искусственно вклинился на границы между Арменией и Карабахом при впустительстве власти Армении. Он считает, что Пашинян их предал, типа и работает на Азербайджан. «Можно было сделать все, чтобы этого не произошло, но это случилось. Сейчас мы решительно должны сказать, что эта дорога будет снова открыта». Видите, они уверены, что они откроют эту дорогу. Сегодня мы пришли, чтобы мирно сказать, откройте эту дорогу. Если вы это не сделаете, то мы откроем ее силой, как сделали 31 год назад, сказал Аветик Чалобян. Видите, они агрессивные. Вот этот ихний лидер, организатор говорит, мы будем открывать силы эту дорогу. Так что Азербайджану надо быть готовым подготовить свои вооруженные силы. Так, вот такие новости. И вот тут Рубен Варданян, после заявления, что Карабах – Азербайджан, у него наступили, как сказать, критические дни. Он называет ситуацию, что в Карабахе сейчас критическая, у него там большие проблемы. Сейчас в Карабахе у всех напряжены нервы. Ситуация очень сложная, заявил Рубен Варданян. В этих условиях по-человечески понятны резкие слова и даже ультимативные заявления. Так, в частности, он отметил, но все же мы должны понимать, что сейчас не можем себе позволить даже обычный нормальный для другого времени политический конфликт или кризис, поскольку им мгновенно воспользуется враг. Это должны понимать все. Так, мы сейчас не можем ни на шаг отступить от своей конституции, выйти за границы правового поля. Если мы будем вставить под сомнение то, что чья власть легитимная, а чья нелегитимная, то враг завтра воспользуется этим. Поэтому призываю всех, и главу государства, и руководителя парламента, и лидеров партии, и политических сил, и даже самого себя, не поддаваться на эмоции, не искать каких-то неожиданных решений вне правового поля. Он все какое-то правовое поле показывает, что какие-то права там у них есть, в Карабахе, типа, все по каким-то законам он там будет решать. Власть Карабахи на секунду не может упасть на землю. Мы должны быть абсолютно едины перед внешней угрозой. Так, ну и вот тут, в общем, он свою речь столкнул, что нужно суметь отложить в сторону эмоций, отнестись к ситуации разумно и спокойно. Нам предстоит решить чрезмерно сложную задачу, а прийти к решению можно лишь проявив абсолютно единство упорства. В общем, будет там до последнего, как говорил Карабахского армянина, упорно воевать, бороться, доказывать, митинги протестов устраивать. В общем, надолго он хочет затянуть, как бы сказать, этот вопрос. Ну вот еще такие новости. Я вчера выпустил ролик, что... Так, где мой канал? Вот, там одна женщина посадила в машину сына Пашиняна и поехала с ним на кладбище Яраблур. И вот тут продолжение по этой ситуации, сейчас расскажу. Вот она, эта женщина, армянка. Суд принял решение об аресте матери погибшего в 44-дневной войне, вынеслующего Гайнея Копян. Так, вот подробнее зачитаю. Вот она усадила этого сына Пашиняна, поехала с ним на машине, потом он выскочил, попал под машину, там ногу травмировал себе. Так, и вот что ее тут судят уже, то есть, ну, все, арестовали. Суд общей юрисдикции города Ереван под председательством судей Жоры Чичаяна принял решение об аресте Гайнея Копян. Вот она, Гайнея Копян, это сейчас она героиня в Армении, она бросила вызов Пашиняну, типа, хотела похитить его сына, сейчас все его уважают там. В общем, она вот сейчас арестована, и ей сейчас, как бы сказать, на один месяц. Напомним, что Гайнея Копян задержана подозрением в похищении сына, премьер-министра Никола Пашиняна, Ашота Пашиняна. Ей предоставили обвинение, она обвиняется, видите, уголовное дело шьют. Так, и вот она сейчас объявила голодовку в СИЗО. 17 мая 23 года сын, премьер-министр Ашот Пашиняна подал в полицию МВД заявление о преступлении. Так, похищение человека. Ну, и вот дальше продолжение по этой теме. Гайнея Копяна, обвиняемая в похищении сына Пашиняна, арестован на месяц. Ее сторонники идут к правительству, а все армяне очень поддержали ее поступок, и очень много там погибших матерей, сыновей, которых погибли. В Армении много погибло армян во время Второй Карабахской войны. И эти матери, женщины хотят отомстить, разобраться с Пашиняном, видите. Там у них сейчас начались митинги протеста, и вот. Нам нужно стать кулаком, выйти на улицу. Пашинян губит нашу страну, родители погибших военнослужащих. Вот они тут с мегафонами, вот их там тысячи уже. Они хотят устроить митинги протеста в городе Ереван, чтобы наказать Пашиняна, и практически они там устраивают революцию. Не хотят подчиняться Пашиняне и их власти. И вот что здесь пишут. Шествие родителей погибших военнослужащих и поддерживающих граждан продолжается. Участники шествия призывают всех, деятелей культуры, представителей интеллигенции, обычных граждан присоединиться к этому шествию. Так, призыв на право не только с отечественником, кто живет в столице Еревана, но и даже в областях республики. Сегодня арестована мать защищавшего родину военнослужащего. Никол Пашиняна все способен. Нам нужно стать кулаком, выйти на улицу. Пашинян губит нашу страну, наш народ. Говорят участники шествия. Они подчеркнули, что Пашиняна ставил армянских военнопленных на прихоть азербайджанских властей. Начал внутри Армении преследовать против родителей военнослужащих, которые отдали свою жизнь во имя защиты родины. Ну и вот про эту женщину сейчас, что, мол, страсти накалились после ареста этой Гайне Акопян. Сейчас в столице Еревана идет, как сказать, напряженная обстановка, революция, можно сказать. Пашинян зря тут, сейчас такая ситуация, и так там взрывоопасная ситуация. Сейчас как там выйдет, там у них революции, Пашиняна нахер скинут. Вообще его могут там, ну как вот в других странах, проходит митинги протеста, там соберется пол Еревана, и все нахер, в отставку, и выкинут его, и назначат своего кого-нибудь там. Родители погибших в 40-дневной войне военнослужащих перекрыли улицы в Ереване. Я говорю, там уже не шутки, там уже улицы перекрыли. Родители погибших, так, этих военнослужащих перекрыли много улиц с требованием освободить эту женщину Гайне Акопян. Они в частности перекрыли улицы Амиряна, Налбандяна, Тиграна Меца. В общем, все, а сейчас Пашиняну надо готовиться к армянской революции. Как я называю, армянский хамелеон на свою голову. Не то, что там сейчас с Азербайджаном эти разборки, там уже за Карабах. Сейчас у него своя под носом будет, вот бомба в Ереване. Закончилась у Пашиняна спокойная жизнь, блин. Участники акции заявили, что не уйдут с площади республики до сих пор, пока не будет выполнено их требование. Ну вот и правильно, сейчас вот там и сидите. И все. Чем это закончится, интересно. Напомним, родители погибших военнослужащих объявили также о бессрочной сидячей акции у здания правительства. В общем, до конца, пока Пашинян не ушел в отставку. В общем, не скучно и не наступает в Армении. Будем следить за ситуацией, будем следить, что происходит здесь, в Лачине. Тут еще одни забастовщики хотят убрать КПП Азербайджана. Уже намекают, что пойдем силы убирать. В общем, неспокойные дни наступили. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.